В школе до дробей мы решали задачи на части. Да, да, видимо. Мы об этом уже говорили. И тогда это для ученика, это уже очень сильно готово. Потому что одна часть из четырех, там, две из четырех. А скажите, откуда вы помните Киселева? Вот я не помню Киселева. Вы помните? Мы больше помним, по-моему, учебники такие, типа геометрии, уже после пятого класса. Но на самом деле у него до... Вот эту прекрасную статью, которую Аарон нам переслал, мы прочли? Арнольд. Это не статья Арнольда. Арнольда он взял в качестве эпиграфа статьи. О, да, 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 да. Не статья Арнольда. Это другого автора, но исключительно хорошо написанная. И мотивированная. Вы ее прочли? Кто прочел по ДНРУ? Я читал. Я читал. А скажите, а где-то еще учили по Киселеву? Может быть, в Польше, я не знаю. Или только в России? Киселева, только в России. Я сейчас посмотрю. Он говорит как раз, что в Израиле учили по Киселеву. Учили в Израиле по Киселеву, да? Ну, так автор этой статьи утверждает. Ну, это интересно. Ну, тоже, я думаю, до 60-х, 70-х. А потом кто его знает. Ну, в общем, просто был гениальный методист. Переплюнуть его. Мне кажется, у меня сейчас только одно внутреннее сомнение. как более правильно учиться по Хану или по Киселеву. Я не думаю, что это должно быть или-или. Ну как, Хан уже готов. Ну, может быть, вы правы. Александр может прав, что Хана надо очень хорошо проинспектировать и выбрать вот последовательность, которая близка к Киселеву, но вводить еще подготовительные задачи, да? Мне очень понравились методички. Меня слышно, да? Да, да, да. Методички школьные, которые я вам тоже разослал, что перед каждой новой темой на уроке, значит, как сначала проверялись домашние задания, да? Ученики выходили к доске. Хороший учитель мог четырех учеников вызвать, да? На четыре разные куска доски. А потом давались подготовительные задачи. Это близко к тому, что Владимир пытается делать. Но именно задачи. Просто давались задачки, но которые давали уже настрой голове, что она готова была этот материал воспринять. Это очень тонкое дело. Да, конечно. Но это разные психологии. Вы и ребенок. Это хорошо. Потому что там после материала, там уже у него очень короткое изложение, буквально пять минут. А дальше он задачки дает. А дальше на каждую задачку, успешно решенную, он с простых начинает. Там такое блин, звездочки, да? Такое радостное. Все. Да. Куточка приятная. Ты очки набрал и все. Надо попробовать. Надо проверить все-таки. Может быть, да. Может быть, да. Может быть, может быть. Может быть, я просто зациклился в самокритике. Не знаю. Пришло. Я не помню. У нас в школе были равные треугольники, а их стали мучить конгруентными треугольниками. Нет, но для треугольников это безразлично. А вот для реальных вещей, которые имеют раскраску с разных сторон, это… Вы меня плохо поняли. Вот это ровно слово, оно символ, символ того урона, который был нанесен математикой. Я вам не… Это не шутка. Серьезно? Может быть, да. Это не шутка. Это по-настоящему. Почему? Это слово, которое совершенно не имеет у ученика никакой базы в его ощущениях. Это слово, которое пришло искусственно откуда-то. Если слово равное, оно у человека внутри живет, естественно, то это слово, оно висит в воздухе. И оно убило, убило все поколения. Может быть, да. Советский гибель. Это может быть. Ну, понятно, что не оно единственное, но оно как пример. Нет, не единственное. Я сам… Не до конца убило. В общем-то, все-таки мы как-то это… Но обратите внимание, что великие математики, они соответствуют тому поколению, которое в МГУ начали учиться до войны, до Шестидневой войны. После этого, может, есть какой-то великий математик советский, но его надо хорошо искать. Это уже другой опыт. А скажите, так как мне кажется, у каждого из вас есть тот опыт, которого у меня совершенно нет, а именно общение с учениками и преподавание в Израиле, чем оно отличается от российского, от русского? Владимир, по-моему, вашего знакомого надо сказать, чтобы он нам это рассказал. Я не знаю. Но вы говорите, что Израиль учился по Киселеву, да, в математике? В какое-то время… Такая гипотеза есть, да. Это гипотеза, а вот есть ли подтверждение? Мне просто интересно. В то время, когда он преподавал, видно, уже давно нет. И изменение программы, оно многократно произошло. Вот это… Учебники были Калмогорова или Калмогорова, да? Вот это 12-летка в Израиле, которая уже включает там вплоть до линейной алгебры и статистику. Да, да. Да. Вот я не знаю, вы прочли такое короткое сообщение, которое я в e-mail, в ответ на то, что Владимир прислал, что вот этот учитель, прекрасный, мудрый учитель, старый учитель – это одно из немногих словосочетаний положительных с словом старый. Это Яков Янович, да? Ну, да. Да. Он пожаловался действительно, что вот с этой новой программой, я не знаю, слышно ли меня, вы подтверждаете, потому что… Да, 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 сейчас нормально. То с новой программой ученики идут вперед, но они не усваивают по-настоящему преобразование с формулами устного счета и так далее. Да, да. Знания совершенно поверхностными становятся. И вот у меня… И поскольку это прекрасная статья, которую Аарон прислал насчет Киселева, правильно это и в России, и, может, в Израиле, просто открыть такое движение назад Киселеву, причем не только назад Киселеву, а самое сильное знание еще раз у тех, кто учился математике, кто начинал, по крайней мере, учиться математике в 50-е годы даже, даже не в 60-е, а в 50-е. Ну вот, я знаю. И тогда же была семилетка, да, не мучили детей. Те, кто… Те, кто не… Им трудно. Они должны были семь классов, причем эти семь классов были богатые, они должны были человека вывести с умением читать чертежи, значит, и черчение было, то есть, седьмого класса, и первые два класса физик. Это просто было… Ну, по-моему, это просто вот этот пик развития человечества, если не считать за скобками то, что Александр говорит, что может в Китае тоже было очень хорошо. Из того, что мы знаем, это пик образования математики, просто по-нормальному надо к нему вернуться. А дальше, сейчас только еще одну фразу, а дальше уже для тех, кто учится 12 лет, 11-й и 12-й год, просто делать соответствующие первым двум курсам института, там уже и интегралы, и производные, и линейную алгебру, вероятность можно дать прекрасно. Такое, мне кажется, можно было с помощью вашего знакомого, если ему это понравится, или еще кого-то. Как вы чувствуете? Вот я хочу ваши ощущения. Мнение я не спрашиваю, мы все тут дилетанты до ощущения. Не знаю. Мне кажется, что идея очень хорошая, но как ее, насколько она реализуемая, я просто не знаю. Видимо, Киселев, судя по всему, супер-гениальный человек как педагог. И он чувствовал ткань, вот судя по этим статьям, которые Арон прислал, и вот Яков, и то, что Миша рассказывает, он чувствовал ткань детской психологии познавательной очень глубоко. Он, видимо, сам был практичный преподаватель, который все время преподавал, и преподавал, и преподавал. И поэтому через его руки прошли сотни людей. И у него ощущение статистики было не многомерно, вот, как бы сказать, а не одномерно. Вот есть такие, такие, такие. Он мог делить, как вин на Гаон. Он мог взять Толмуд, сказать, вот, на первой странице буквочка Аллах, а теперь давайте проколем его и посмотрим, что будет на этой иголке. в других аспектах касается, что в школе есть, в классе есть большое количество неработающих на уроке учеников. Да, этот же ваш, я касаю. Ну да, я просто хотел, да, именно он, я, к тому, что он об этом пишет, как говорится, мы можем между собой обменяться. Вот мне кажется, что тема гиперактивных детей и вообще тяжелая атмосфера в классе, она с этим в первую очередь связана. То есть с тем, что он написал, что там, грубо говоря, недостаточно загружен, поэтому занимаются. Да, ученики начинают там разговаривать другим, то есть очень тяжелая атмосфера в классе, и когда ребенок по природе то, что называется гиперактивным, он станет страшно мешать. А если его смогли вовлечь в процесс урока, то он будет другим ребенком. То есть а это дети, которые выпали из материала, да? Ведь отличие огромное от советской школы, что здесь не принято публично проверять знания, да? Ну, да. То есть нельзя вызвать там Васю, Федя и так далее, выходят в доске, показывают домашние уроки. И это очень большая потеря. Вот эта идея интересна, мне интересно проследить исторически, когда она внедрилась в школьный процесс. Она как бы не слышала, но она его разрушила. В смысле отсутствие вопроса ученику вы имеете? Нет, то, что не вызывает доске имеется в виду. Отсутствие публичной демонстрации своих знаний. Это я не знаю даже, что это я боюсь, это пришло из Америки. Это Америка, но когда оно пришло, у меня есть еще одно подозрение, что это был важный этап разрушения школы, введения этого принципа. Потому что я посмотрел методически школьных уроков, начинается урок с того, что ученики показывают домашние задания на доске. Это значит, что на переменке перед уроком даже тот, кто не сделал домашнее задание, он судорожно его списывает и пытается понять все, что там было. Потому что его же вызов должен будет у доски объяснить. Вот эта ответственность, она вовлекала. Это уже не вовлеченные были какие-то там какой-то отъявленный дворечник был сзади сидений. Да, но ребенок в такой ситуации некоторые могут себя ощутить в какой-то момент как лузеры, как все время они последние. Это была основная причина, почему это отменили. Это американские. и у меня знакомая, которая в школе, она считала, что она тупая по математике. И для того, чтобы ее как-то потянуть и подготовить к вузу, ей взяли преподавателя, как многим. И он ее быстро убедил, что она очень умная. Вполне возможно, так она рассказывала. Она говорит, как только у меня возникла эта уверенность в себе, я сразу стала все изменить. Поэтому я не знаю, где я с вами согласен, Владимир. Похоже, что вот это переключение это когда вместе с водой выплеснули ребенка. Возможно. А я хочу убрать, а убрали вообще синхронные согласии. Я хочу дать вполне возможно. Но я хочу задать вопрос. Одну секунду. У Хана есть мастер шип. Там каждый ребенок учится в своем ритме, он обязан на 90 пройти предыдущий, тогда у него не будет вот этого чуть-чуть. Да, там нет класса у Хана. Правильно? Каждый учится индивидуально. Он разрешает проблему потерянных детей. Абсолютно, я согласен. Но с другой стороны, вот эта технология, в которой мы сейчас занимаемся, Zoom, позволяет она манипулировать и подбирать класс таким, как хочешь, динамично. Вот есть 100 детей, и учитель может в группе вырывать в группы по три или по четыре, так что они других не видят. Они сидят дома, четверо этих, и он их тасует и говорится «А теперь ты, Владимир, нет, тебе лучше в другую группу». И даже не говорит, а просто включает их. Ну это очень здорово. Для этого нужны учителя на каждые четыре ученика. Что может быть, если старшие ученики эту группу? А учителей, конечно, не хватит. Это идеальное условие, согласен. Особенно в рамках этого чертова ковида. Видимо, очень скоро вообще все будут только так и учиться. Ну поха. И разновозрастные классы. Когда старшие ученики берут на себя роль ментора, тогда это нормальная пропорция. Когда на одного старшего ученика есть четыре младших. И тогда в этом плане вот Киселев, когда вы говорите про Киселева, оно должно как-то органично переплетаться одно с другим. Не обязательно. По-моему, я не припомню, что когда ни мы, ни старшего класса не было распространенного системы. Это были исключения? Чего? Когда старшие ученики помогали младшим. Нет, вообще нет. Это исключения. Это исключения были. Один разговор много разных вещей. Старшие ученики могут помогать младшим в разном возрастном классе по Академии Канн. У Савинской школы другая организация. Там другая. Там была синхронизация, достигалась тем, что вызывалось хороший учитель, четырех ставил доски. Делил доску на четыре части. Четыре ученика, чтобы они чувствовали, что они часто выклонят. Четыре ученика, каждый писал свою задачу. Домашнюю, а потом он сделал. Это другой фактор. Кан дает преимущество, что нет этого усечивания. Это травма, которую видите, тут много рассылок. Это очень важная сопутствующая тема. Все хорошо. Отлично. Спокойной ночи. Лайва толпа. Счастливо. Лайва толпа. Лайва маленькое сообщение. Сейчас проходит еще самбатион. Потом можно будет быть видеозаписами. Еще последний вопрос совершенно на другую тему. Если вы не возражаете, давайте поделимся вот этой информацией. своими решениями про третью период. А политика отвечает на запрос избирательных. Правильно вы сказали, Александр. Абсолютно правильно. Это не настроение политиков, это настроение народа. И это ужасно. Я не уверен. Это я не уверен. В данном случае это так. Люди не готовы уменьшить количество своих развлечений. Развлечений это прямо скажем. Может, 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 может. Потому что нас приучили, что вот эти развлечения это очень важная часть. В этом и жизнь. этом и большую жизнь. Что же это за жизнь без всего этого? Как сейчас люди жалуются, что нельзя что за границей не так? Да. Но у людей есть необходимость к общению. это не шутка. Это не шутка. Это не на вот я читаю сейчас книгу по психологии, которая это описывает. И это так же, как человеку нужно кушать или там еще что-то. У него есть это необходимость. Без этого, ну да, без еды он умирает через 30 дней. А без этого через 180. Совершенно верно. Для этого есть зум, и эти средства надо улучшать. Он дает частичную. Как мы уже говорили на встрече с Михаилом Козловым и Дершиным, что если бы был язык тела, было бы еще лучше общение. Лучше стоять перед видеокадрой или сидеть так, чтобы тебя полностью было видеть. То есть, например, жестикулировать. Вот если мы с вами общаемся, и если один из нас англичанин, и у него руки где-то внизу, то таки плохо. А еще лучше, а следующий этап это виртуальные очки, и тогда люди просто сидят друг рядом с другом сесть, выпить, в теннис поиграть, что угодно делать. Пойтись рядом. Кстати, между прочим, идти рядом очень важно. Зум, чем такой недостаток у него, люди сидят напротив друг друга. Да. Хотя это очень необычно напротив. Вот я вижу себя, сидящего рядом с вами. Правильно. Ну да. Это необычно, это как бы идти напротив. И, кстати, очень не хватает, если человек не видит картинку себя, вот я уже так привык, и мы все привыкли, чувствуешь, что нет полного комфорта, когда видишь что-то с ним. Миша, может быть, нужно делать стол, что все сидят вокруг стола, и каждый может вращать его, да? Рысли кругового стола, да? Да. Но, кроме того, очень важно людям идти рядом. Вот даже есть такая реприза Зеленский, еще до того как был президентом, у него была такая реприза, он делал шарж на Коломойского. И когда Коломойскому кто-то подходит и задает какой-то сложный очень вопрос, такой немножко агрессивный, он ему предлагает или выпить кофе, или идем пройдемся, когда человек рядом с тобой это серьезно, это прекрасный прием. Может быть. Когда человек идет с тобой рядом, агрессия уходит. Агрессия уходит. Да, у курильщиков это большая психологическая поддержка, они ходят покурить друг другом, попросят прикурить, рассказывать разные майсы, да. Так что вот развить вот эти компьютерные программы, чтобы не только напротив друг друга, а чтобы люди одевшие виртуальные очки могли рядом друг идти, то да, это много я могу решить. Окей. Ладно. Вай готов. Счастливо. Выключаю, да? Да.